Добрый вечер. Мы сейчас с предмами селены. У нас звук идет. У него какой-то звук есть. Типов звук. Какой-то звук. Открыто звук идет. Я компьютер старый. Есть дальше звук? Нет, ушло. Добрый вечер. У нас в программе сейчас адвокат Вера. Уважаемая Вера адвокат Максуда Махмудова. Она будет нас информировать про Максуда. Сейчас в каком состоянии Максуд. И как его поймали. В чем его объединяют. Пожалуйста, приветствуйте зрителей. Адвокат Максуда Вера. Уважаемая Вера. Добрый вечер. Если позволите, я буду многословна. Потому что нас ждут впереди суды. Ждут разбирательства. И я не буду очень много говорить. Я скажу одно. Какую требует Максуда. Основанием для задержания со стороны СБУ стало то, что он в международном розыске. Ну, где-то так. Ходотайство прокуратура наша Львовская подала о мере пресечения содержания под стражей. Суд удовлетворил их входотайству. Но, собственно, я считаю дело безосновательным. Я задам вас несколько вопросов. В каком плане его арестовали? У него были повреждения? Он сделал себе что-то? Скажу так, я своими глазами не видела, но когда я общалась с Максудом, он мне показал, да, были у него телесные повреждения, он сказал, что хотел причинить себе телесные увечья, зарезать себя, как только узнал, что его хотят экстрадировать в Баку. Когда мы с ним были в эфире, он всегда говорил, что если попытка будет, чтобы меня поймать, я себя убью, но я себя убью, чтобы меня не отвезли в Баку. У нас в Баку, в Азербайджане практически уважаемая вера, вот криминальная власть, да, вот у вас тоже там СОКАР есть, вот это все, это я сам разоснил, это все организованная группировка, вот СОКАР. Они все оплачивают, и как в СОКАРе, два их, они оплачивают деньги, посолство оплачивает, вот в посолстве есть Шакир, еще один там Азербайджан, Шакир и другое имя, я сейчас вам скажу, как его, Шакир и Шайк. И они в посольстве, якобы вот группировка, бандитская группировка, вот они говорят, что СОКАР этот государственный, вот это наше, как его, посольство служит гражданам. Нет, у нас совсем другая ситуация, знаете, вот где-то пять дней тому назад я живу в Швейцарии, у нас один видеоблогер есть, он очень много критиковал, вот СОКАР у нас здесь 100, больше 100 заправок в Швейцарии. Он все об этом писал, писал, и они много денег дали, вот даже в Швейцарии, демократическим одним, где вот самая демократическая страна Швейцария, моего друга, вот Фуада Агаева, дали тоже прокуратуру. Это, они много денег воровают, и кто против них, какой шаг делают, да, они абсолютно заплачивают деньги, вот это посольство, Шайки, как его, Шагин, и у вас, вот там у нас азербайзанец, у вас зам МВД работает, тоже азербайзанец, его зовут, как ее, я сейчас тоже имя скажу вам, азербайзанец, его зовут Эльбрус, Эльбрус, он работает в украинском МВД, вот они все как группировка, они как группировка, они воруют все наши, как ее, народные ценности, вот нефть, газ, золото, и кто про них говорит, вот Апсофор, консулство, СОКАР, все смешивается, якобы он террорист, он просто-просто критиковал президента, его жену, президент и его жена, вице-президент, вот это наша страна. И он всегда про них говорил, и он всегда говорил про ФСБ, наш ФСБ, ДТХ, Эльдара и другого, про всех, про всех, он все, он жил у нас в штате, да, в Баку, и он всех знает, что человек берет, кто у кого сколько брал, и он много смотрели, а в азербайджанце много его слушали, и поэтому всегда его выражали, что вот ты или замолчи в Украине, или мы тебя привезем в Азербайджан, и мне слухи пришли, что он себе ножом ранил, я хотел это утопить, и что ему прокуратура или суд, что назначил, он какие нарушения сделал, что в Украине, его посылают в Азербайджан. В Украине он ничего не сделал плохого? Ничего не сделал. В Украине он ничего, это запрос Азербайджана, и Азербайджан считает, что есть, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве, и он должен быть возвращен в Баку, чтобы поставить перед судом? Мошенничество, если у него было мошенничество, вот вот сами адвокаты, есть ли у него были такие проблемы, зачем его отпустили из Азербайджана? Много вопросов в этом деле, много. Во-первых, дело возбуждено уже тогда, как там был Украин. Да. Да, то есть стоит вопрос, зачем. Нет, ну и много вопросов, конечно, есть по доказательствах, по самой описи, по самому описанию постановлений, обстоятельств, как они описаны в этом постановлении, много вопросов. Конечно, я бы не хотела это давать в эфир, потому что... Но эти вопросы я буду ставить в суде. И он всегда думал, что президент этого не знает, и он снова идет какой-то помех есть у вас, как-то телефон или что-то. Не знаю, никаких помехов. Какой определить источник? А, сейчас ушло, опять ушло, все нормально. Вот он всегда говорил, что в Азербайджане, да, я верю своему президенту, он поможет мне. И у него были миллионы, 10 миллионов или 15 миллионов, у него были объекты, рестораны, у него все отобрали. И он думал, что президент хороший, президент не знает, у него окружение плохое. И он много там критиковал, и нас тоже критиковал, которые мы в Европе, блогеры, и говорил, что вот наш президент хороший, зачем вы так говорите? А сейчас, где-то 2-3 года он уже обдумался, что узнал, что в этом плане все делает президент, и он приехал в Украину и начал критиковать президента. И многие шаги думают, что вот Максут сейчас не в тюрьме, Максут все это построил, вот это все, это шоу он делает, он работает с нашим ФСБ, это все шоу. А как вы думаете, Максут, это, я не думаю, что наши азербайджанские спецслужбы разговаривали с украинскими спецслужбами. Давайте сделаем так, что, как вы думаете, это что в реальность Максута поймали? Извините, давайте я буду говорить только фактами. А факты такие. Основание для задержания – это был международный розыск. В международном розыске, извините, я подготовила. То есть особа, который написал реальное заверение, что к Максуту она никаких требований не имеет, но международный розыск по его заявлению висит почему-то. Понимаете? Вопрос, конечно, тоже, почему этот международный розыск еще не снят, и он постоянно встает причиной для задержания Максута. Первый вопрос. И второй вопрос – это, что ходатайство прокурора, оно не базировалось на этом международном розыске, который в Интерполе описан. Это уже было постановление 2020 года. Следователь Баку. А какой имя этого следователя можно узнать, который следит этот вопрос. И я вот информирую вас. Вот у нас в Лассе, я снова говорю, что одна группировка, бандитская группировка, они сели в Лассе, да, они что хотят, какое письмо о них захочет, да, вот нормальный человек, который притоковает президента и его окружение, да, это все у них в руках. Они что захочут, тот записывает. И там у нас министр обороны, этот министр внутренних дел, этот ДТХ, который спецслужб, все у них в руках. И суды, которые, вот нет ничего. Суд взял и одно письмо написал, что вот он враг народа, так, так, так. По этому письмам я думаю, что вот у вас Украина, демократическая республика, да, сейчас вы заходите, зашли в Европу, и надо Максуду помогать, что вот у нас практически в голове стоит президент, один диктатор, и он всем-всем рулит. И он всегда говорит, что вот я всех посадил в должность. Если кто-то меня не будет слушать, я сразу его возьму. И который, он что хочет, у нас, я снова говорю, суды, прокуратура, все, какое письмо захочет он, они будут писать. И я говорю, что вот это письмо, если у Максуд был мошенником, у Максуда был судимец, зачем его отпустили из Азербайджана? Это очень смешно. И он пришел в Украину, он доверял Украине, и он начал из Украины рассказывать. И весь народ узнал, что вот президент какой, у него окружение какое, прокуратура, и который у него главы, у нас в суде главы стоит, как его, одна, клан, кланы у нас, значит, у нас есть такой регион, Нахчеванский, Нахчеванский клан. И вот этот Нахчеванский клан у нас везде. В суде главы стоит, в Верховном суде, Рамиз Рызаев, он Нахчеванец. 30 лет он рулит в одном должности. И у нас практически, у кого денег есть, приходит его слово. Я убил одного человека, у меня много денег. И я дал в суде денег, и все. Этот человек пропал. Вот такой у нас систем. Я хочу, чтобы вы тоже вот в Украине информировали, да, вот эти суды, прокуратуры, что у нас там в Украине есть СОКАР. Они очень много денег заработают. Этот СОКАР организовывает, у нас не прибыл приходит от этого СОКАРа, а этот СОКАР миллиардов. Вот за один год из Швейцарии где-то 35 миллиардов долларов приходит. Этот не приходит в нам, в Азербайджан. Все идет в офшорную зону. Поэтому президент Илхам Алиев назначил туда одного Нахчеванского в том деле, Ровнага Абдулаева. Этот Ровнаг Абдулаев думает, что этот СОКАР, этот его от отца, его отец, вот нефть, это от отца осталось. И где есть СОКАР, это очень безопасность для азербайджанцев. Я сделал пример. Вот в Швейцарии даже, они с кем разговаривали, как разговаривали, я не знаю. Нашего друга тоже дали в прокуратуру. Поэтому он очень критиковал и говорил, что сколько миллиардов СОКАР из нашего народа украдывает. И Максуд тоже так делал. Даже Максуд однажды показывал одну душонку, которой эта душонка должен быть сдан нашим там солдатам, как у нас война идет. А эта душонка как-то переходит в Украину и в украинском рынке эту душонку продают. И тогда тоже Максуд и сказали, что вот ты возьми этот ведро ролик, а то тебе плохо будет, мы тебя перейдем в Азербайджан. Он всегда-всегда говорил правду. И сейчас, как Эльвина Исаева отвезли, где-то полтора года тому назад в Азербайджан, у него нет никаких связей с ним. Что сделали и зачем сделали. Он тоже перетаковал президента и его окружение. И я не думаю, что вот демократическая республика, как в Украине новая, как он зашел в Евросоюз, и только диктатор сказал, что КАР заплатил, и они отдадут Максуда Махмудова в Азербайджан. Ну как? Дела, которые возбуждены в БАКУ, они же будто как не политические, потому что это мошенничество. Понимаете? Оно подано как мошенничество. От его имени, кстати. Не им самим, а от его имени. Я бы не хотела, конечно, это в эфир давать и рассказывать. Все инсануасы. Может быть, Максуд как-то сам расскажет. Но очень для меня оно безосновательно, конечно. А если дело безосновательное, стоит вопрос, кому это нужно и что за этим скрывается. Где-то скажу так. Поэтому. Вот я снова говорю, что вот у нас в Азербайджане практически одна фамилия, 30 лет президент, его отец был президентом, умер Кейдар Альев. Сейчас у него сын президент, его жена вице-президент. И они что хотят, то делают. Вот мне тоже, вы говорите, мошенники. Мне тоже мошенники. Они говорят, что я тоже мошенник. И другие видеоблогеры, политики, всем говорят, что у нас сейчас война с армянами. И они говорят, что вас финансируют армяне. У них в руках все. У них в руках телевидение, у них в руках полиция, у них в руках суд, прокуратура. Они что хотят, то пишут. Это все ерунда. И я снова говорю, вы сама адвокат, я очень рад с вами познакомиться. Вот если у него было уголовное дело, зачем его отпустили? Он же пришел в Украину. У него, если было мошенничество, у нас сейчас в Азербайджане, у кого 100 долларов есть долг, ему не дают выйти из Азербайджана. Написали стоп. Не может он пройти границу. А зачем его опустили? А сейчас он вышел от мошенника. А зачем он, когда молчал, он когда говорил, что президент хороший, давайте президентом доверять президенту. Тогда он не был мошенником. А когда он пришел, ему в голову пришло, что да, в этом... Вас плохо слышно. Вас плохо слышно? Вас плохо слышно. Окей. Вот когда он говорил, что президент хороший, он не был мошенником. Когда он говорил, что давайте президентом прет, пойдем, президент хороший, у него окружение плохое. Они не думали, что он мошенник, а когда он пришел в Украину и начал перестаковать к президенту, вот президент, ты стоишь там, твое окружение взял у меня где-то приблизительно 10 миллионов, я там много кричал, ты меня не слышал, и сейчас я думаю, что ты главный вор ты, в голове ты это стоишь. Ты назначил гемпрокуратуру, ты назначил прокурора, ты назначил головы суды, и ты говоришь, что дайте мне, наш президент выходит в эфир и говорит, что дайте мне массаж, дайте мне сигнал, чтобы я вас слушал, пишите мне email, какие у вас проблемы. Это все как в словах, и Максуд в Азербайджане практически 2-3-5 года говорил, что президент хороший, я верю в моего президента, он поможет мне. И Максуд очнился, что он неправильный на дороге, и пришел к нашим сторонам. И сейчас он критиковал президента и его окружения, и у него много фактов было. Он всегда разговаривал фактами, он всегда разговаривал видеофактами. И поэтому наш президент и его окружения начал волноваться, что Максуд очень дальше идет, у него много фактов. Я снова говорю, ну один телефон сделает прокуратуру, давай пиши это, он враг народа. И они будут писать это, враг народа. Будет письмо в Украине, в Швейцарию, поэтому не надо этому верить. У нас диктатура, в Азербайджане практически диктатура. Поэтому я думаю, что Максуду надо помочь, он не один. Вот у него есть друзья, видеоблогеры. Что нам остается сделать для Максуда? Вот какие шаги мы должны сделать, что это помогло Максуду в дальнейшем? Как вы думаете? Ну я думаю, вам нужно от имени международных организаций разговаривать с нашим правительством, с нашим президентом, с нашим уполномоченным по правам человека. То есть вы должны говорить о моем суде больше, не только в прямом эфире на YouTube. Вы должны писать, вы должны описывать, вы должны даже написать генеральному прокурору. Очень хорошая, умная женщина. Я думаю, что она услышит вас. Понимаете? Сейчас мы обращаем все. Я сегодня разговариваю двух человек. Это письмо мы сделаем. Оганзуем. Я прошу вам этот фото. Это все письмо вам тоже отожду. Вот посмотрите. Мы все сделаем, что Максуда не дадим в Азербайджане. Если он пойдет в Азербайджане. Я гарантирую, что он укрепил, ему дадим 15 лет. Минимум 15 лет. А то, что он дадим президента и подпитывал ее оборудование. Я могу это сделать. Сейчас прокуратура проводит так званую экстрадиционную проверку. Поэтому вы можете помочь своими обращениями. Конечно, обращайтесь, обязательно обращайтесь. Пишите, говорите, рассказывайте, кто такой Максуд. Почему он политический деятель. Рассказывайте, что такие уголовные дела как раз возбуждают по политических мотивам. Пишите об этом, конечно. Один кто... Алло. Алло. Один у нас... Звонок. Вам задать вопрос можно, да? Вам задать вопрос. Пишите, да? Сейчас. Сейчас. Если... Пишите, пожалуйста, Пишите, пожалуйста. Объезжали один сайт. У нас там просто один блогер, да? И он тоже... Вы разговариваете? Вы разговариваете? Алло. Алло. По-моему, у вас задание интеллекта есть. По-моему, у вас задание интеллекта есть. Вот самое главное, как сейчас от сюда? У него есть проблемы? Какое-то напряжение, кто-то приходит, у него гроза есть. Не слышала от него, чтобы были угрозы. Нет. Может, не готов ли рассказать, но не слышала, чтобы прямые угрозы конкретно от Украины были к ним. Нет, не Украины, а Азербайджан. От азербайджанцев есть какие-то угрозы, какой-то шантаж для него. И как сейчас он в одношенном камере или не один, несколько человек сейчас в тюрьме? Или в одношенном камере он сидит? Нет, он не в одиночной. Но это еще... Пускай он расскажет, я не готова сказать, но я понимаю, что... Мы когда общались, не обостряли внимания на том, с кем он сидит, как он сидит. И мы больше разговаривали о самом деле, о обстоятельствах дела этого. Ни про угрозы, ни что-то такое демократическое он не говорил. У меня есть сведения, информация, что его угрожали, и его в этом... Причислили. В этом самому... Сокар, это организовал Сокар, президент Сокара в Украине Анар Мамедов, и он организовал этот... Платил деньги в нашу консульсу, там есть в консульсе два человека, Шагин и Шайк. Они тоже в этом присутствуют, в этом... Вот в заказном, что они посадили Максуда, и им помогает... В вашем МВД работает один азербайджанец, его зовут Эльбрус. И я тоже в этом почувствую. Он говорил так же, что в Киеве на него было покушение. Да. Да, но это он говорил о Киеве. О Киеве. Во Львове еще никаких... Обоснованных ситуаций не было. А за Киев, да, говорил. Он не хотел... Он просил СБУ, чтобы его не отправляли в Киев. И СБУ его не отправила. Спасибо вам, дорогой. Спасибо вам, уважаемые вершины. Вы очень нам помогли. Мы очень были заболеваны, в каком состоянии нас существует, что его ждет. И мы, которые в Азербайджане, будем трудиться, что это письмо для Патрии Максуда это было. И писать в вашу главную прокуратуру, что Максуд не такой, если он пойдет в Азербайджан. Что его ждет в Азербайджане? Обязательно, да. Опишите, расскажите. Будьте... Как Максуд. Он сам не может к вам обратиться. Он сейчас не может выйти на эфир, сказать, попросить. Если вы хорошо знаете, знаете подоплеку его жизни, знаете, как он жил, почему он жил, что он любит свою страну, что эта страна может его сейчас уничтожить. Защитите его, поддержите его, конечно. Обращайте наши структуры и, как у нас говорят, звоните во все колокола. В интернете есть много информации о Максуде, но она на азербайджанском языке, и поэтому для нас, украинцев, она недоступна. У нас один видеоблогер есть, Орхан Алаев, он разговаривал по-русски, я это вам пришлю, и я буду в следующем эфире тоже по-русски разговаривать, что для Максуда это было полезно, да, и я сделаю моим друзьям, отошу это видео, что они тоже, это видеоблогеры, мои друзья, что они тоже обликовали, это видео, и я все это, линки вам отошлю, и вот я приблизительно покажу видео, которое Максуд со мной разговаривает, что меня поймали, когда его поймали, он теперь вам мне позвонил. Я поймал. Я поймал. Я поймал. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я поняла, что он боится небезосновательно, что есть причины. Поэтому я говорю еще раз, боритесь за него. Боритесь. От вас сейчас зависит. Поверьте, не столько от меня или от других адвокатов, как от вас. От вашей активности. От того, насколько он вам нужен в вашей стране. Вам, как гражданам Азербайджана. Насколько он может что-то изменить в вашей стране. Еще раз прошу, пишите, говорите. Будем все сделать, чтобы его не отоскали в Азербайджан. Мы все будем делать, чтобы его оставили там или дали в третью страну, в Европу. Чтобы у него была... Жизнь у него сейчас в безопасности. Я так думаю. Я снова говорю, что вот в Сокар у них много денег. Я думаю, что даже в украинском тюрьме у них много денег и у них много людей. Якобы они работают в государстве. Они все связаны с нашим ЭСБУ, с нашим правительством. Вот полицейский, который работает у вас, он подполковник. Его зовут Эльбрус. Он в вашем МВД работает, но он служит нашим азербайджанцем. Знаете? Он практически все требования азербайджанского правительства делает. Вот Сокар. Название это государственное. А он якобы против президента, кто выходит. Он оплачивает деньги, что замолчит. Вот он говорит, у него судимый след, он мошенник, он такой, он враг народа. Чтобы так сделать, что он замолчал. И кто не замолчит, его якобы отвезет обратно в Азербайджан. Как Эльвине Саева. Вот у нас один был журналист. Даже его из Георгия. Георгия. Он был в Георгии, граница с Азербайджанцем. Он там практически Сокар тоже был в Юргизане. Там в Георгии. И они оплачивали деньги. А там ухтарны, он очень замолчил. Ему голову мешок и привезли в Азербайджанцу. Где Сокар есть? Где есть Сокар? Там как криминальная мафия западилась. И поэтому мы все без действий остался там. И вот в Европейской Крестной стране не только на Азербайджанцем. 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 Правильно ли, мхт. Махмудов Махмудов, 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 махмудов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...